В эфире новости Карелии. Здравствуйте! В студии Наталья Ильина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Мы должны после нас оставить те поколения, которые будут достойны и подвигу своих дедов. Глава республики Артур Парфинчиков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Чтобы можно было поставить ее в рецепт и уехать куда-нибудь на природу отдыхать и заряжать свой автомобиль. Петрозаводская компания занимается разработкой мобильной солнечной электростанции. Люди танцуют, потому что не могут не танцевать. Участники студии «Фламенко Эсперанца» отпраздновали 10-летний юбилей. Накануне 9 мая глава республики Артур Парфинчиков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. На встречу связь поколений пригласили и молодежь Карелии – волонтеров, поисковиков, юнормейцев. Ребята пообщались с участниками Великой Отечественной, узниками концлагерей и жителями блокадного Ленинграда. Один из тех, кто пришел на встречу и поделился со школьниками и добровольцами своими воспоминаниями – Виктор Сергеевич Ивлев. Он родился в 1941 году. Вместе с мамой прожил в Ленинграде всю блокаду. «Папа уехал на фронт, он дошел до самой Праги и возвратился потом. Но когда он уезжал, папа, он прямо, знаете, самое главное, сказал моей маме, это сосок моей маме, она говорила своей подруге Вере Васильевне, когда, говорит, мой муж уезжал, а я был в положении, он сказал, слушай, Катюша, так звали маму, самое главное, говорит, победа будет за нами, чтобы ты знала. Поэтому, когда родишь ребенка, будь это дочка или сын, чтобы назови его Виктор или Вика в честь победы. И мама так сделала. И самое главное, я горжусь своей мамой, которой меня вот это блокаду, ради блокады, я выжил». Глава республики поздравил участников встречи с наступающим Днем Победы. «Самое главное, конечно, это дать нашим ребятам, девчонкам вот этот вот импульс, который вы в себе несете. Мы должны после нас оставить те поколения, которые будут достойны и подвигу своих дедов, прадедов, уже, наверное, и прапрадедов». Волонтеры рассказали о том, как сохраняют и передают память о Великой Отечественной войне, о своих проектах, участии в Параде Победы в Москве, интервью с ветеранами и работе поисковиков. Петрозаводская компания, которая разрабатывает и производит светодиодное осветительное оборудование, расширяет производство. В скором времени в линейке ее продукции должен появиться солнечный трекер. Над его конструкцией сейчас трудится команда специалистов. Один из опытных образцов увидела Юлия Степанова. «Мы собираем солнечную электростанцию, чтобы можно было поставить ее в прицеп и уехать куда-нибудь на природу. Надо отдыхать и заряжать свой автомобиль. Также она может быть стационарная, поставили рядом с домом или с дачей, и не тянуть провода, допустим, от общей сети». По словам разработчиков, энергии от такой мобильной электростанции хватит, чтобы зарядить все необходимые гаджеты, приготовить еду или подключить обогреватели. Даже при нечастых солнечных днях конструкция будет полезна, если добавить к ней накопитель энергии и расходовать ее, когда понадобится. Конструкция с помощью специального программного обеспечения должна сама находить солнце и следовать за ним, чтобы получить максимальный КПД в течение дня. За счет поворотной шайбы она поворачивается влево-вправо, а за счет актуатора, который толкает ее вверх, она поднимается. Разработка солнечного трекера началась этой зимой. За это время было собрано несколько экспериментальных макетов. Это уже четвертая конструкция, и она все время дорабатывается. У нас, получается, идет три панели. Каждая панель весит 25 килограмм. То есть нам надо поднять, плюс еще сам металл, там около 100 килограмм, получается, надо поднять на рычагах. И в какие-то моменты у нас не выдерживают нижние части соединения, еще что-то, может обламываться, либо не выдерживать актуатор. Сейчас команда проекта ждет стабильных солнечных дней, чтобы выкатить образец на улицу и начать натурные испытания. Главное не останавливаться, тогда все получится. Солнечная электростанция – не единственный проект компании, который будет полезен владельцам электрокаров. В производственной компании «Энергосбережение» всерьез задумались о расширении в Карелии сети стационарных электрических заправок. Это готовая китайская станция. Мы ее купили для того, чтобы узнать, из чего она состоит. А в процессе изучения мы вышли на различных китайских производителей блоков. То есть вот это одна фирма делает, вот это делает другая фирма. Еще мы у них запрашиваем документацию по подсоединению, по использованию, схемы какие-то, чертежи. И сейчас они нам это все присылают, и мы на основе этих чертежей будем делать уже свою станцию. По принципу сборки персонального компьютера предприятие будет закупать комплектующие в Китае, так как в России принят китайский стандарт зарядки электромобилей. А программисты компании напишут для зарядных станций специальный софт. Мы будем сами делать корпус, у нас монтаж будет сам, внешний вид свой, управление станцией, подключение ее к локальным сетям уже, к нашим. То есть вот это у нас все будет свое. Такой подход положительно скажется на стоимости зарядных станций, а значит скоро в Карелии их станет больше. Потребность в них есть уже давно. У нас есть Тесла ездит, Ниссан Лив у нас ездят, различные гибриды, и все это дело требует, разумеется, какие-то развертывания сетей. Чем больше будет сетей, тем больше будет машин. То есть не наоборот. То есть люди не сначала купят машину, а потом будут искать заправку. Нет, они сначала найдут заправку, потом под ней купят машину. То есть мы в этом плане должны быть первыми. Предполагается, что готовое решение этой задачи у производственной компании будет уже в этом году. Юлия Степанова, Максим Зверев, Служба новостей. Аномального лета в Карелии не предвидят. Тем не менее, правительство совместно с МЧС провело уже третье совещание на тему подготовки к пожароопасному сезону. Он начнется 10 мая в центральной части региона и 20-го на севере, где еще не окончен паводковый период. Спасатели Карелии к огнеопасному сезону готовы полностью, заявил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов. 4 мая вчера мы получили официальное письмо Департамента Северо-Западного федерального округа о готовности Республики Карелия к пожароопасному сезону 2023 года. Имея возможность, мы предложили федеральному штабу, и глава Республики Артур Олегович Парфенчиков отправил соответствующее письмо на руководителя Рослесхоза о том, чтобы использовать силы маневрирования наших специалистов в помощи оказания другим субъектам. 50 опытных карельских десантников, уже принимавших участие в тушении лесных пожаров, поставлены в резерв на случай чрезвычайных ситуаций в других регионах. В Республике подешевели квартиры в новостройках, штрафы за акты вандализма вырастут, а карельское народное творчество высоко отметили в Москве. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». В Карелии в первом квартале этого года квартиры в новостройках подешевели. Цены по сравнению с концом 2022-го снизились на 0,3%. На вторичном рынке квартиры подешевели на 0,1%. Глава Минстроя Карелии Виктор Расыпнов предложил увеличить штраф за факты городского вандализма. Министр намерен вынести этот вопрос на федеральный уровень. Общественники в Пудаже проводят занятия для семей, которые столкнулись с проблемой алкоголизма. 48 человек из Пудажского района, мужчины и женщины, смогли вернуться к трезвому образу жизни. Сотрудница Шелтозерского музея получила приз на Всероссийском конкурсе народного творчества в Москве. Любовь Иванова завоевала третье место в номинации «Национальный костюм». 10 мая стартует просветительский марафон Музея науки ПетрГУ. Он продлится 8 дней, за которые участники смогут посетить 9 музейных пространств и выполнить интересные задания. Зарегистрироваться на марафон можно до 8 мая. Жителям Петрозаводска вновь раздали георгиевские ленточки в рамках одноименной акции. В ней приняли участие волонтеры Победы, казачий отряд юнормейцев и студенты-волонтеры юридического полицейского колледжа. Вместе с георгиевской ленточкой жителям и гостям карельской столицы вручали буклет, посвященный символу воинской доблести и правилам его ношения. Как правильно носить георгиевскую ленточку об истории создания, возникновения георгиевской ленты и о необходимости правильного и бережного отношения к символу воинской славы. Площадками проведения акции стали территория у торгового центра «Макси», фонтан «Молекула» на студенческом бульваре, а также мемориал «Вечный огонь». Первый этап акции прошел в Петрозаводске 25 апреля, следующий состоится уже 9 мая. Всего планируется вручить 10 тысяч георгиевских ленточек. Трудно представить сейчас, каких усилий стоило сохранить работу заводов во время Великой Отечественной войны. Люди, работавшие на них, бесперебойно поставляли на фронт танки, самолеты, боеприпасы, военную технику. Об одном из стружеников тыла ветеране Людмиле Владимировне Ивановой расскажет Александр Моисеева. Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов Великой Отечественной войны. Она длилась 900 дней и 900 ночей. Взрослые дети работали и выживали в блокадном городе. Детство Людмилы Владимировны Ивановой – ветерана войны – прошло в Ленинграде. Но ей не суждено было закончить школу, которую с начала войны переоборудовали под госпиталь. Там стояли кровати для раненых. Вместо школы Людмила отправилась в ремесленное училище при заводе «Красногвардеец», а после стала работать там слесарем. Впоследствии назвали этих детей или ребят, которые очень рано встали на заводе, называли их ящики. Что они на ящиках работали. Металлическая пыль в воздухе. Стружка попадает в глаза. Работа в цехе тяжело давалась молодым ребятам. На заводе это очень сложно. Это очень сложно. Во-первых, по 12 часов работали. В две смены станки были старые. 13-летние мальчики и девочки изготовляли снаряды по государственному заказу. Во время блокады Ленинграда их, истощенных, вывезли по дороге жизни в город Куйбышев. Были очень слабые. Не могли работать первое время. Нас на носилках привезли. Но вскоре мы поправились. Я работала. И все ленинградцы работали токарями. В 1944 году Людмила Владимировна вместе с другими ленинградцами очень хотела вернуться в свой родной город. Но их всех направили в Омск работать на завод. К концу войны многие ребята ослабли и болели. Девочек перевели на работу полегче. Людмила стала инструктором физкультуры. Я немного поработала. И мне пришел вызов с Ленинграда на учебу в школу тренеров при институте имени Лезговта. После учебы Людмила Владимировна стала учителем физкультуры, как хотела с самого детства. Приехав в Петрозаводск по направлению, почти 30 лет проработала здесь в 25-й школе. Она всегда любила спорт, занималась плаванием и считает, что спорт – это очень важно. Поэтому она поздравляет молодых людей с праздником Победы и желает им побольше заниматься спортом. Особенно пожелать им, чтобы они все увлекались спортом, занимались в кружках, в секциях. 9 мая Людмила Владимировна останется дома. Она уже не выходит на улицу самостоятельно. Но каждый год память об этом радостном событии вызывает у нее слезы счастья. Александра Моисеева, Варвара Ермоленко, Служба новостей. В Петрозаводске прошла генеральная репетиция Парада Победы, которая состоится на площади Кирова 9 мая. Военные около двух часов работали над ошибками и устраняли недочеты, чтобы к празднику все передвижения были четко выверены. В День Победы на Центральной городской площади с 9.45 в прямом эфире будут транслировать парад на Красной площади в Москве. А в 11 часов начнется торжественный марш воинов Петрозаводского гарнизона и силовых структур. Программа на площади Кирова завершится вечером в 10 часов праздничным фейерверком «Огни Победы». Сегодня в Петрозаводске проходят массовые проверки водителей. Контроль трезвости стал регулярной необходимой акцией. За три месяца только в столице Карелии сотрудники ДПС отстранили от управления 165 водителей с признаками опьянения. В шести ДТП с участием таких водителей два человека погибли, девять травмированы. Правда, и без опьянения водители, пассажиры и пешеходы получают травмы. А все потому, что не соблюдают правила. Тему продолжит Анжела Дробышевская в рубрике «Дорожные хроники». Север Карелии завалилось снегом, на дорогах гололедица, а ведь многие водители уже переобули своих железных коней в летнюю резину. Что странно, информации о каких-то серьезных или массовых авариях при таких дорожных условиях практически нет. А вот у нас, где снега и льда уже нет, каждый день приключения на дорогах. И не всегда они незначительные. 3 мая в Петрозаводске кроссовер вылетел с улицы Правды на тротуар, пробил металлическое ограждение и опрокинулся под откос. Причиной стало то ли превышение скорости, то ли состояние здоровья водителя. В этот же день на Горького водитель Субару при разъезде со встречным авто въехал в припаркованный автомобиль и скрылся. На перекрестке Гоголя и Красноармейской 28 апреля 58-летний водитель Опеля при развороте, причем на зебре, сбил пожилую женщину и просто уехал. Пенсионерка получила травмы. Чуть позже, говорят, виновника наезда догнали и заставили вернуться уже пешком. 30 апреля. Финский проезд. Под знак «Уступи дорогу», да еще и с ускорением. Больше водитель не спешит. Успел. И в тот же день на пересечении Ригачина-Радищева отечественная легковушка въехала в трактор. Не глядя, не тормозя. Говорят, знаков соответствующих у подрядчика не было, а машиной управлял нетрезвый водитель. Нашли друг друга, что называется. Серьезное ДТП под Шуей. Необдуманный маневр обгона одним водителем привел к аварии с невинными людьми. В Ладе пострадали молодая женщина и трехлетний ребенок. Они в больнице в тяжелом состоянии. Нашумевшая история с так называемыми «обочечниками» на Лососинском шоссе. Один не выдержал и решил проучить шустрого обгонщика. Дело дошло до конфликта. Видео с этого шоссе пестрят в пабликах регулярно. Пробки в часы пик здесь длинные. На данном участке в следующем году планируется строительство второй полосы, которая разгрузит поток. А пока многие водители, в том числе маршруток, объезжают пробки по краю проезжей части. Не считая это нарушением, видимо. Можно ли так делать? И что в итоге будет с тем, кто не смог обмануть всех и тем, кто решил научить правилам? Лосинское шоссе имеет участок дороги, значит, имеет в проезжей части и обочина. По обочине движения у нас запрещено. За данное нарушение правил дорожного движения законодателям предусмотрено административное ответственность в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей. Что касается участников конфликта на Лосинском шоссе, в настоящий период времени проводится административное расследование. В ходе административного расследования будут установлены все обстоятельства дела и будет дана правовая оценка действиям каждого из водителя. Как водителя, который учил, так же и водителя, который двигался по обочине. На сегодня это все. Берегите себя, других и не становитесь участниками Дорожный Хроник. В ДК «Машиностроитель» прошел юбилейный концерт студии «Фламенко Эсперанца». О том, как коллектив отпраздновал свой десятилетний юбилей, расскажем в нашем сюжете. Участники «Эсперанца» решили отпраздновать десятилетний юбилей студии в привычной для себя обстановке – на сцене. В честь дня рождения участницы коллектива подготовили разнообразную программу. Сегодня будут разные танцы. Озорная колумбиана, нежная гуахира, мощный от земли тангос, очень известный танец испанский фанданго, красивые танцы с батой де кола, это юбка длинная, с веерами, с шалями, с тростью испанской. Будет разнообразная программа. Я думаю, будет очень интересно. Несмотря на то, что «Фламенко» – танец южный, если точнее испанский, но, судя по количеству зрителей, он очень хорошо прижился на суровой карельской земле. Внутри танцевальной команды есть как профи, так и относительные новички. А начать танцевать, как говорят участники, никогда не поздно. Главное – жить в танцевальном ритме. Танец «Фламенко» – это жизнь, это от Бога, это чувства, это душа, это радость, это скорбь, это боль, это смерть, это великолепная природа. Все вместе, вот все вместе – это «Фламенко», наверное, так. И люди танцуют, потому что не могут не танцевать. Истоки «Фламенко» следует искать в диаспоре испанских цыган. Долгое время «Фламенко» считалось закрытым искусством, так как цыгане жили изолированной группой. Но в конце 18 века гонения на цыган прекратили, и «Фламенко» вышла на подмостки таверн и кафе «Контанте», обрело свободу. И постепенно добралось до Петрозаводска. Алексей Неживенок, Алексей Миронов, Служба новостей. И это все новости, о которых мы успели рассказать. С вами была Наталья Ильина. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok